Суд в Ханты-Мансийском автономном округе постановил, что военкоматы могут призывать на войну в Украине местных жителей с брони. Сотрудник Сургутнефтегаза, крайне государственной компании, довольно престижной, получающей неплохие деньги, получившей бронь от предприятия, подал в суд, получив повестку о мобилизации на войну с Украиной. В заявлении он указал, что помимо брони с работы имеет проблемы со здоровьем и категорию А ему поставили вообще в принципе ошибочно, он не должен быть годен. Из материалов дела следует, что суд решил, что истец здоров, так как до получения повестки на здоровье не жаловался, а бронь от компании была оформлена неверно, поэтому, ну, как будто и не считается. Судья указал, что истец не был поставлен на специальный учет, то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала. Это вот цитата суда. В том же постановлении суд сделал вывод о том, что военные комиссариаты вправе привлекать людей с бронью, потому что она, цитата, еще одна очень важная, не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки. Мобилизованный подал апелляцию на решение Сургутского городского суда, но апелляционный суд оставил решение в силе. А с нами на связи Григорий Свердин, глава проекта «Идите лесом». Григорий, здравствуйте. Добрый день. Да, ну, новости довольно страшные, потому что раньше все надеялись на броню, да, многие айтишники надеялись, что их внесут в этот список, и они будут действительно как бы забронированы от службы в армии. А теперь вот Хантамансийский суд говорит, нет, ничего подобного, в принципе, бронь-то это не так уж и важно, можете идти служить. Насколько это частая практика? Сталкивались ли вы с чем-то таким раньше или это первый случай? Ну, на моей памяти это второй случай, потому что, если я не ошибаюсь, в ноябре суд в Челябинске озвучивал примерно то же самое. И, в принципе, на самом деле интересно, что будет происходить в следующую такую активную фазу мобилизации, которую мы прогнозируем на осень, потому что наши юристы уже несколько раз в судах сталкивались с тем, что им цитируют положение из так называемого документа специального пользования, неких методических рекомендаций, которые написаны для сотрудников военкоматов. И в этих методических рекомендациях, ну, опять-таки, в руках мы их не держали, поэтому я не могу с уверенностью утверждать, что там так и написано, но якобы там есть 59-й пункт, согласно которому брони, оформленные уже в период мобилизации, вообще таковыми не считаются. То есть все, что было оформлено как бронь после 21 сентября, не предоставляет защиты от мобилизации. Я не могу, к сожалению, сейчас сказать, так это или не так, но вот якобы в этих методических рекомендациях так написано. Ну и, собственно, вот то, что озвучил сегодня суд в Ханты-Мансийске, это как бы подтверждает, что, конечно, очень тревожные действительно новости. Григорий, ну то есть вот по логике вот этого внутреннего документа, я подчеркну, что мы пока не знаем точной формулировки, потому что это закрытый документ, но тем не менее, вот по логике этого документа получается, что ты должен был получить бронь до начала мобилизации, и только в таком случае она как бы считается рабочей? Да, именно так, именно так. Ну, конкретно в этом случае, если мы говорим вот об этом судебном разбирательстве, насколько мы смогли выяснить, там была такая история, что действительно работодатель не оформил эту самую бронь, сказал своему сотруднику, что да, все оформлено, а на самом деле оформлено не было, на что указалось у первой инстанции. А дальше в апелляции вот действительно было сказано, что как бы и бронь у вас не оформлена, и вообще даже если бы была оформлена, то вот все равно как бы в период мобилизации всех можем призвать. Григорий, вот еще один вопрос, я сейчас читаю в канале «Идите лесом», прекрасно, ссылка на который, кстати, будет в описании под этим видео, что свежая новость, правительство поддержало поправки об уголовном наказании для уклонистов в период мобилизации. Тут, значит, потенциальный срок до пяти лет, и уголовная ответственность распространяется не только на тех, кто игнорировал повестку, но и на всех обязанных к военной службе граждан. Если со сроком, ну, хоть как-то понятно, то вот вторая формулировка вот эта, уголовная ответственность распространяется не только на тех, кто игнорировал повестку, но и на всех обязанных к военной службе граждан, вызывает некое недоумение. Это что значит, что кого угодно, в принципе, могут на пять лет закрыть, или что это такое? Ну, все-таки те, кто не явился по поездке, но я бы все-таки пока еще подождал с тревогой на эту тему, потому что правительство поддержало, еще не поддержали профильные комитеты Госдумы, и еще, собственно, не принят этот законопроект самой Думой. Так что надо будет посмотреть, что будет сначала с принятием этих законопроектов. Ну, давайте сейчас рассмотрим самый пессимистичный вариант. Природа и история учит нас, что лучше готовиться к худшему, чем стараться его избегать. Так вот, в самом плохом варианте, что это нам принесет? Какие сложности и проблемы? Ну, это мы, собственно, уже последние месяцы и недели особенно видим все более суровые наказания для уклонистов, для тех, кто не является по повестке, для работодателей, которые не предоставляют информацию о своих военно обязанных сотрудниках, или, скажем, не раздают им повестки по месту работы в отделе кадров. Уголовная ответственность – это будет, конечно, мощный еще один шаг в эту сторону, потому что пока до сих пор, напомню, неявка по повестке – это не более чем административное правонарушение. Да, подняли штрафы до 30 тысяч рублей, а раньше они были от 500 рублей до 3000 рублей, то есть от максимума подняли в 10 раз, но административка, конечно, совсем не то, что уголовная статья. Если действительно эта уголовная статья появится, ну, тогда еще тяжелее будет не являться военкомат, вот, и, соответственно, уклоняться от мобилизации, от призыва будет еще тяжелее. Вот, ну, при этом мы, естественно, готовы и в этих условиях людям помогать и будем искать способы отбить у этой системы всех, кого сможем, так что, если что, пишите нам в боты «Идите лесом», это анонимно, безопасно, будем подбирать помощь конкретно для вашего случая. Спасибо большое, Григорий Свердлинг, глава организации «Идите лесом», был с нами на связи. Друзья, если не хотите служить, не хотите идти на эту войну, умирать и убивать, пишите «Идите лесом», ссылка в описании. Спасибо, что смотрели это видео, посмотрите другие видео на нашем канале, поставьте нам лайк и подпишитесь, если вы еще почему-то этого не сделали, это помогает нашему контенту расти и разрастаться, а это значит, что у вас будет еще больше новых видео, которые вы хотите посмотреть.